Всем привет, с вами Аурум и вашему вниманию я хочу представить первый снэкпик. Сегодня будет достаточно много интересной инфы, поэтому усаживайся поудобнее, заваривай себе чаёк, что-нибудь вкусненькое и давай погнали узнавать, что же будет в будущем обновлении. Да, ну и само собой, прожми прямо сейчас лайк, подпишись на канал и проверь, введён ли у тебя код Аурум в магазине. Это обязательно. А я, пожалуй, обязательно поставлю лайк разработчикам за новую заставку экрана. Она просто офигенская. Первое, что бросается в глаза, это новые карты и новое оформление этих карт. Всё в зимнем стиле, ребят. Довольно неплохо, но у меня есть один большой вопрос. Нафига нам это в ноябре? Вот зачем? Объясните мне, зачем это нам в ноябре? Мне кажется, разработчики работали над зимним обновлением, но тут им сказали, выкатывайте немедленно обнову, потому что пацаны не будут ждать вечно. И они решили сделать коротенькое обновление сейчас и большущее в декабре. Ну, по крайней мере, я очень рассчитываю, что там будет огромное обновление, от которого мы просто потеряем до речи все. Ставь лайк, если хочешь гигантское, крутое, самое топовое обновление в декабре. Да, ещё, то ли я давно не играл в сейф, то ли сейф что-то как-то странно выглядит. Не знаю, может, прическу поменял, что с ним? И цвет теперь какой-то не пацанский. Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Брау Паст сезон номер 4. Будет называться «Весёлые каникулы». Примечательно, что базар Тары пропадёт, поэтому обязательно заберите все награды, иначе за вас заберут разработчики. По сути, Брау Паст ничем не отличается от предыдущих. Конечно же, у нас здесь новый Лу на 30-й позиции, а на 70-й его скин. И, насколько я понимаю, дроп вообще никак не меняется. Но то, что действительно поменялось, и мне кажется, не в лучшую сторону, это возможность выбить Лу с обычных сундуков. То есть наш новый хроматический Бравлер. Для того, чтобы его просто выбить, нам нужно получить 30 уровней Брау Паста. Если честно, я не до конца понял этот момент, потому что звучит, что 30 уровней Брау Паста. Но если я получу 30 уровней именно Брау Паста, то я и так смогу забрать его. Зачем мне его выбивать с сундуков, верно? Ну и если это только Брау Паст, то не донатеры не смогут его получить вообще, что ли? Я думаю, это всё не так. У нас есть Фри Паст, на который донатить не нужно. И, наверное, разработчики здесь имеют в виду, что если ты получишь 30 уровней Фри Паста, то он начнёт дропаться у тебя с сундуков. Опять же, на данный момент с легендарной вероятностью. И более того, если он тебе выпадет, то он понизит вероятность выпадения легендарных Бравлеров. С этого обновления хроматические Бравлеры влияют на вероятность выпадения Бравлеров с такой же вероятностью. Самое интригующее, ребят, два новых слота. Первый слот — это конкурсная карта. Нажимая на него, мы получаем доступ к конструктору карт, где можем нарисовать свою карту. После того, как мы построили, её должны оценить наши друзья. Поэтому мы приглашаем друзей, и они голосуют пальцами вверх за эту карту. И после этого карта отправляется в свободное плавание. И абсолютно каждый игрок в мире имеет возможность оценить вашу собственную карту. В течение суток она будет рандомно попадаться людям со всего мира. И они смогут за неё голосовать. Либо палец вверх, либо палец вниз. Карта, которая наберёт самое большое количество голосов за день, появится в том самом втором слоте на целые сутки. И просто представь, каждый игрок в мире сможет поиграть на твоей карте, на твоей карлу, если она будет настолько крута, что все за неё будут голосовать. Кстати, в момент голосования тебе будет даваться 10 токенов за каждую проведённую каточку и за каждый свой голос. Суммарно за день можно получить 30 токенов. Но тестируя карты, ты не будешь получать кубки. А вот играя на карте дня, ты сможешь получать кубки, как в любом другом режиме. Ребят, я действительно искренне считаю, что это очень крутая тема. Это действительно лучшее, наверное, что есть в обновлении. Я понимаю, что это будет колоссально сложно, но очень хочу, чтобы мы создали свою собственную карту и проголосовали за неё. Я не знаю, будет ли это карта Аурум ТВ, будет ли это карта всего СНГ комьюнити. Всё зависит от сложности реально, да? И от вот этого рандома, который создадут разработчики. Но накидайте, пожалуйста, в комментариях идей на тему. Как узнавать карты? Это принципиально важно. Какие отметки можно ставить, чтобы все пользователи, все подписчики моего канала смогли узнать именно нашу с вами карту и проголосовать за неё, чтобы на следующий день она стала лучшей картой и провисела там целые сутки. Ну, это легендарная херня. Правда, очень хочется подобным заняться и очень хочется, чтобы, блин, наша с вами карта затащила. Кстати, в этом обновлении доступно сразу два новых режима. Это сейф и баунти. И в редакторе карт доступна прыгалка и телепорт. Очень жалко, что телепортов можно использовать всего лишь восемь. Два каждого цвета. А вот с прыгалками... Да это просто жесть! Капец! Заверните два, пожалуйста! Ребят, уже начал разрабатывать карту. Обязательно постараюсь завтра её опубликовать. Давайте наберём очень-очень много лайкосов под этим видео, чтобы я замутил что-то невероятное. Но вы понимаете, да, что я хотел бы сделать с этих прыгалок. Я просто хочу, чтобы вся карта состояла из этих прыгалок. И как только будет готова эта карта, я её опубликую. Давайте миллион лайков, чтобы ещё до обновления вы увидели эту дичайшую дичь. Будет действительно очень-очень весело. Ну и последнее в сегодняшнем снэкпике это изменение баланса. Это не займёт у вас много времени, потому что, по сути, разработчики продолжают нерфить Амберы. Я не знаю, что она такого плохого им сделала, но теперь её скорость с очень быстрой понижена до нормальной. Это значит, что она действительно станет медленной. Я вот только Олимпиаду замутил, и тут раз, и она теперь медленная. Что за фигня? Перезаписывать что ли? Не знаю. Основная атака понижена с 2400 до 2000 урона, что является реально 20%! Пацаны, капец, как её нерфят! Ну за что вы так с ней? Я просто в афиге. Причём это же уже второй фикс баланса за последний буквально месяц. И так жёстко её убить. Блин, капец! Ну а с другой стороны, напишите в комментариях, может она заслуживает этого. Ну, мне кажется, нет. Ребят, на сегодня это всё. Чёркните в комментах, если вдруг чё забыл. Встретимся в следующем снэкпике, а может быть и раньше, да? Ведь если мы наберём много-много лайков, то сделаю карту из сплошных прыгалок. Только онли-прыгалки. И посмотрим, что будет, если запустить туда ботов или каких-нибудь тиммейтов среди ютуберов. Короче, будет очень жёстко. Просто прожимай лайк, подписывайся на канал, колокольчик врубай. Ну и, конечно же, кода урума! Кода урума! Обязательно в магазе кода урума, чтобы у всех всё было хорошо. Пока, ребят! Субтитры подогнал «Симон»!